Советские мужчины сходили с ума по этой красивой женщине. Наталья Кустинская действительно была невероятно хороша собой. Тогда казалось, что весь мир был у ее ног. У актрисы было все, чтобы стать иконой советского кинематографа, но судьба распорядилась по-другому. Актриса родилась в семье танцора и певицы. Позже отец заслужился до директора киностудии Мосфильм. Наталья жила в достатке. В их доме в центре Москвы постоянно гостила интеллигентная элита того времени. Родители были известными и уважаемыми людьми, и у них собирались люди творческих профессий. Например, Наталья с детства общалась с Лидией Руслановой и Александром Минокером. Наталья Кустинская, несомненно, обладала актерским талантом. Она легко поступила во ВГИК. Еще будучи студенткой, Наталья получила небольшую роль в фильме «Хождение по мукам». Следующим фильмом, который сделала из Кустинской звезду Советского Союза, стал фильм «Три плюс два». Удачно подобранный звездный состав и талантливый режиссер обеспечили фильму грандиозный успех. Актриса могла бы сняться в картинах «Девчата» и «Кавказская пленница», но в силу обстоятельств она не смогла поучаствовать в этих легендарных фильмах. Наталью Кустинскую заметили на странные режиссеры и пригласили сняться в фильме «Волшебная гора». Но советские партийные деятели запретили актрисе выезд из страны. Об этой несостоявшейся роли актриса жалела всю свою жизнь. На заре карьеры актриса успела сняться в фильмах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Вечный зов». В 90-х годах у актрисы возникли проблемы со здоровьем. Она несколько раз ломала ноги. Наталья вынуждена много времени провести в постели. Из-за этого сильно прибавила в весе. Не лучшим образом на образ жизни актрисы повлияла неудачная личная жизнь. Наталья никогда не была обделена вниманием мужчин. У нее было шесть браков. Любовника было еще больше. На съемках каждого фильма у актрисы возникал роман с партнером по площадке. Ее приписывали романы с Андреем Мироновым, Иннокентием Смоктуновским, Муслимом Магомаевым и многими другими. Все официальные мужья Натальи Кустинской были известными статусными мужчинами. Не все они, кстати, были свободными на момент знакомства с актрисой. Например, третьего мужа, летчика-испытателя Бориса Егорова, Кустинскую вела у Натальи Фатеевой. Несмотря на популярность у мужчин, личная жизнь в нее не складывалась. Мужья предавали и изменяли. Да и сама Наталья Кустинская не была примером супружеской верности. В 2002 году Наталья Кустинская потеряла единственного сына Дмитрия при невыясненных обстоятельствах. Поговаривали, что это было убийство. Сын употреблял наркотические вещества и вращался не в самой лучшей компании. Но до конца так ничего и не было выяснено. Кустинская окончательно впала в депрессию и стала пить. В последние годы жизни актриса жила на грани нищеты. Она с трудом находила деньги на еду. В 2012 году актрисе не стало. Ее тихо похоронили на Кунцевском кладбище. Ей было 74 года. Друзья, поставьте лайк и напишите в комментариях, как вы считаете, почему такая красивая советская актриса не смогла найти своего любимого мужчину.